Победа потом и кровью. Причем в прямом смысле этого слова. В субботу прошли финальные бои всероссийского турнира по боксу памяти Федора Климова. Серьезных травм у спортсменов не было. Однако некоторые поединки заканчивались досрочно, по настоянию врача. В таком бою боксеров расстраивало как поражение, так и победа. Неправильно, да, это как бы ты готовишься к бою, чтобы выиграть как бы достойно, а не просто так, у человека там травма какая-то, и ты выиграл. Это, мне кажется, победа такая очень легкая. На всероссийский турнир съехались боксеры из 19 регионов страны. Красивый и техничный бокс показали и наши спортсмены. Своих тренеров ивановцы приятно удивили. Наша команда даже произошла мои ожидания, и мы рассчитывали там на одного, на двух победителей, а у нас их даже оказалось четыре. Четыре спортсмена из Ивановской области получат норматив мастера спорта. Норматив мастера спорта выполнил и Ивановец Антон Зайцев. На его счету уже около сотни боев. В боксе он с 2000 года. Однако эта победа Антону далась непросто. Соперник из Москвы был одним из самых сильных боксеров на турнире. Сегодня я неважно выступил. Могло быть и лучше. На четыре с минусом, можно сказать. На три с плюсом. Почему что не удалось? Ну, не знаю. Разные ситуации. Не знаю, не сильно был готов на турнире. Соперник разного? Соперник, да. Самый сильный, что здесь был мой вес. Да, очень спасибо ему за бой. Несмотря на критический настрой в свой адрес, Антон Зайцев получил и главный приз соревнований. Молодой человек выступает в весовой категории 69 килограммов. Именно в этом весе выступал и Федор Климов, основатель бокса в Ивановской области. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.